Первым радикально изменившим мир бенгальской поэзии человеком был поэт Казин Азрул Ислам. Вот что он сам говорил о себе. Для меня законов люди, знаете, просто нет. Но не принимая старых литературных законов, он невольно создавал новые. Больше всего его привлекали люди, вышедшие из круговорота жизни современного общества, личности, не занимавшие в нем никакого положения. Некоторые свои стихи он писал с позиции таких изгоев. После по его стопам последуют еще несколько писателей и поэтов. Когда дни Робиндраната Тагора начали склоняться к закату, в нашей поэзии появилось еще несколько революционеров. Я сейчас говорю примерно о 1925-1926 годах. Робиндранат был, вне сомнения, великим поэтом. Поэтому по его стопам следовало очень много молодых стихотворцев, объединившихся в одно течение. Таланта у них не было в принципе никакого. Единственное, что им удавалось сделать, это более или менее хорошо подражать Робиндранату. Поэтому польза от них наша литература не получила никакой. Но вот наступили эти самые 1925-1926 годы. И тогда появилась группа молодых сбунтовавшихся поэтов. Причем выступали они против берущего свое начало в поэзии Робиндраната «Течение романтизма». Вот что они говорили. Время поэзии и романтизма безвозвратно прошло. Больше никогда не вернутся эти светлые дни безмятежной красоты и гармонии. Так что бенгальской поэзии пришло время существенно измениться. Эти люди начали писать свои стихи, новые стихи, которые были напрочь лишены мотивов красоты, добра и веры стихотворений прошлого. Но что же пришло на смену этим понятиям? Вместо красоты появилось уродство. На смену вере пришло безверие. Иными словами, на поверхность выползли все те реалии, которые напрочь отвергались литературой прошлых времен. Вот почему эту поэзию называли «слишком уж новой», совсем прям как в наши дни. А началось все это тогда, в 30-е годы нашего века, 20-го столетия. Несколько молодых бунтарей начали заявлять о наступлении новой эры в бенгальской поэзии. Хотя, надо признать, что все тогдашние бунтари сейчас являются одними из самых именитых пенгалоязычных поэтов. Вот имена трех наиболее ярких представителей этого течения. Джибанонда Даш, Судхин Дронат Дотто и Будхо Деп Босо. Поэзия Джибанонда у современных людей пользуется огромной популярностью. Он много запутанных историй сумел изложить легким, журчащим как вода, поэтическим языком. Вот название нескольких его сборников – Бонолото Сена, Тхусара Пандулипи, Сатати Тарара Тимира, Бэла Абэла Колобэла и Прекрасная Бенгалия. Многие бенгальцы из последней книги знают наизусть не один стих. В этом замечательном сборнике поэт уплатил идею красоты нашей великолепной страны, как будто со страниц этой книги на вас осыпаются дождем восхитительные цветы бенгальских деревьев. Неудивительно, что этот поэт входит в число самых дорогих сыновей нашей Родины. А как он любил нашу страну, этой любовью переполнена каждая страница его великолепных книг. Читая его стихи, вы непременно попадете под очарование их красоты и беспрецедентного таланта, сотворившего их поэта. Ниже я приведу одно стихотворение из сборника «Прекрасная Бенгалия». Ты уехать, знаю, хочешь в дальнюю страну, но в Бенгалии остаться только б я хотел, Чтобы видеть, как под солнцем в сотнях ярких стрел лист трепещет, отражая блика в желтизну. И чтоб зяблика увидеть, как его крыло на рассвете станет сразу нежно-золотым, Из коричневого только лишь тумана в дым весь рассеется, и в небе станет так светло. Ноги птичке не сокроет цвет их полумрак. Здесь под кронами деревьев замелькают вдруг, Желтизной своей их белой обрамляет пух, И, как радости безмерной, самый верный знак. Огласит она своей песней тихий лес, Счастье мне вливая в сердце, Как доволен я! Ну а дальше, Как же много здесь еще чудес! И зачем нам, если честно, Дальние края? Вот слониха созывает Криками детей, Трубный голос ее в дымке Утренней звучит, Как бы говоря, Идите в озеро скорей, Вот в воде они застыли, О, прекрасный вид! Тут же цапля, словно в сказке, Заросли кругом, Тихо ногу опускает В воду вновь она, И идет, идет, и в бликах Все горит огнем, Шаг другой вдали, А она там вот чуть-чуть видна. Что бы ни случилось в горе, Вспомнить я смогу Все, что видел этим утром, Здесь, на берегу. О, какое же это прекрасное, Берущее за душу стихотворение! В нем одна картина Тут же сменяется другой. Кажется, что при произнесении этих строк Перед вами проходит вереница Волшебных образов. Поэт Судхин Дронат Дото Являлся не совсем удобоваримым поэтом. Иными словами, Он не совсем вразумительными фразами Писал довольно запутанные стихи. Но, Насладившись хотя бы раз Ароматом его поэзии, Вы сразу же позабудете Все на свете От захлестнувшего вас восторга. Этому человеку удалось выразить В своих стихах Все горе и скорбь Современного нам мира. А вот еще два Ныне здравствующих поэта Из тех, Кто стоял у истоков создания Современной бенгальской поэзии. Я имею в виду Вишну Де и Амии Чокроборте. Я надеюсь, Что вы когда-нибудь обязательно Прочитаете их стихи. Я же здесь Просто перечислю Название некоторых их книг. Судхиндронат Выпустил следующие сборники Потоп, Оркестр, Уттарабхалгуни, Дашами, Эха и Красавица, Книги Будхудева-босу, Конкавати, За пределами света и тьмы, Молитва узника и другие. Вишну Де написал Вечность воспоминаний И пища для ума. А вот поэтические сборники Амии Чокроборте Харано Аркида, Палабадол И возвращение домой. Современная литература, Поэзия, Проза, Драматургия Полностью отличается От литературы прошлого. В наше время Литература максимально Приблизилась к жизни. Поэтому, можно сказать, Она окружена Совершенно особым ореолом. Ореолом современности. И вам следует Непременно познакомиться Поближе С этой литературой. Постепенно, Читая выдающиеся Произведения нашей литературы От старинных до созданных В наши дни Вы сможете проникнуться Духом Современного нам мира. Продолжение следует...